Всем привет! Сегодня займемся построением лабораторного оборудования. Тема очень интересная, в ходе испытаний узнал много нового, теперь спешу поделиться с вами. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Совсем недавно я приобрел осциллограф и генератор сигналов, чтобы проводить более сложные испытания. И в ходе изучения осциллографа нашел у него такую прикольную функцию, как быстрое преобразование фурье. Это очень похоже на анализатор спектра, но с урезанной частотой. Захотелось мне протестировать данную функцию. И первое, что придумал, это посмотреть, как сильно шумит блок питания в сеть. Насколько эффективны синфазные дросселя и есть ли в них смысл. Но тут появился вопрос, как же это сделать? Гугление сказала, что нужно использовать эквивалент сети. Ага, что-то новое, давайте разбираться. Вернемся к началу. Я хотел измерить, какой шум выдает блок питания в сеть. Но где производить измерения? Ведь при простом включении мы с сетью одно целое. А нам нужно сделать участок, на котором можно произвести измерения. Для этого придумали устройство, которое практически не пропускает наш зашумленный сигнал обратно в сеть. И вы его можете спокойно измерить. Звучит страшно, эквивалент сети. Но схема оказалась совсем несложной. Состоит она из четырех дросселей, пары конденсаторов и резисторов. Первый конденсатор и дроссель создают некий фильтр входящего сигнала. Это сделано для того, если ваша сеть очень зашумленная. Второй конденсатор и дроссель создают LC-фильтр, который собственно и не дает зашумленному сигналу уйти в сеть. Измерительные выводы есть под осциллограф и под спектроанализатор, у которого и так есть 50-омный резистор. Но так как у меня пока нет анализатора, будем пользоваться осциллографом. Сама схема взята с ГОСТа. С помощью таких приборов производят испытания на электромагнитное излучение. Еще очень важным моментом является экранирование всего и вся, так как помеха будет лезть по простоту всюду. Не зря заводские решения это большие металлические коробки, которые защищены от внешнего мира. Поэтому нам придется повторить такое же исполнение. Но для начала нужно понимать, какого размера будут дроссели. Их изготовление решил сделать на кусках стержней из старого сгоревшего трансформатора. Для катушек с большей индуктивностью берем большую пластину, а для меньшей меньшую. Дальше стал вопрос, а сколько же витков мотать? Хотел сделать все по-умному. Намотал 10 витков, узнал индуктивность. Это дало индуктивность на виток и из этих расчетов произвел намотку. Но не тут-то было, индуктивность получилась очень завышенной. Но что поделать, потихоньку сматываю витки и контролирую индуктивность. Диаметр провода для намотки взял 1,2 мм. Таким самым образом мотаем и второй дроссель, параллельно измеряя индуктивность. По сути, при наличии прибора это сделать несложно. Теперь, когда у нас в наличии есть все дросселя, можно нарисовать примерные размеры корпуса. Расположение дросселей выбрано таким образом, чтобы поля минимально влияли друг на друга. Также в коробке имеются экранирующие перегородки. Они не дают сигналу с одной линии попасть в другую. Корпус буду делать из листа стали 0,8 мм. Поначалу задача была вроде несложной. Разметил, вырезал, а вот когда начал гнуть, то уже получилось не очень. Периметр у меня не сошелся, но это полбеды. Дальше я принялся за сварку. Но так как я только начинающий сварщик, то получилось не очень. Мой учитель, Павел Липа, мягко говоря, будет в шоке от конечного результата. Деталь слишком тонкая и ее повело. В общем сильно заострять внимание на этом не хочу. А лучше расскажу вам про спонсора данного ролика. Компанию по производству печатных плат PCBWay. Это крупнейший производитель плат в Китае. Качество плат на высоте. А чтобы их заказать, достаточно совершить всего пару кликов. Загружаем свои гербера на сайт. Как видим, ничего сложного в этом нет. Оплачиваем и в итоге получаем красивые платки для своих устройств. Возвращаемся к нашей коробке. Основная проблема в том, что металл повело от температуры. Я его кое-как выровнял, но не совсем. Теперь нужно расположить в ней всю начинку. Для крепления дросселей напечатал вот такие уголки, которые в первую очередь диэлектричны, а во вторую поднимают дроссель немного над корпусом. Сам процесс монтажа деталей не сложен и занимает всего пару вечеров после работы. Больше сложности было в намотке дросселя. Еще в конце можно увидеть, что появился кусок перегородки, который полностью разделил каналы. Что касается крышки, то ее решил делать из того же материала. Просто вырезал корпус по контуру и заварил сверху. Можно было заморочиться с ушками, но мне стало лень. Теперь же давайте посмотрим, ради чего мы делали это устройство. Подопытным у нас будет менвеловский блок питания 7.5 вольт 3 ампера. Подключаем его к разъему коротким проводом. Также смотрим на экран осциллографа и видим всякие шумы и наводки. Но это фон и от него не убежать. Подаем напряжение на эквивалент и смотрим, что происходит. Мы видим явно выраженные выбросы на определенных частотах. На блок повесил нагрузку, так как без нагрузки тест бесполезен. Посмотрев даташит на микросхему блока, узнаем, что она работает на частоте около 110 кГц. Давайте попробуем поискать эту частоту. И правда, на этой частоте наблюдается выброс. С помощью курсора можно довольно точно определить частоту. Сделаю фото, чтобы вам было нагляднее видно. Также можно заметить, что помимо этого выброса есть еще куча других. Давайте уменьшим развертку и попробуем зафиксировать максимальную амплитуду этих выбросов. Делается это с помощью курсора, только уже по оси Y. Выставляем примерно на вершину выбросов и смотрим какая максимальная амплитуда. Буду делать фото с экрана, так как их проще рассматривать. Как видим максимальная амплитуда примерно минус 59 дБ. Запомним это. Не изменяя настроек, сделаем следующее. Берем и вместо дросселя кидаем перемычки, тем самым исключая его из схемы. Подаем питание и видим сумасшедший прирост шумов. Такое, конечно, никуда не годится. Надеюсь, вам стало понятно, для чего применяются эти самые фильтры. Еще я хотел посмотреть, а что же случилось с несущей частотой при отсутствии фильтра. Как видим, тут тоже есть небольшой прирост. Но он оказался не таким уж и большим. На этом мои опыты не закончились. В наличии у меня имеется несколько таких блоков. И после того, как я заканчивал тесты, просто кидал их в коробку. И однажды достал не тот блок. Подключил его, смотрю, а шумы выше. Но при этом дроссель не был закорочен. Начал обследовать плату и обнаружил, что на ней выкушен Y-конденсатор C26, который соединяет землю между собой. Очень странно, подумал я, и решил уже на проверенном блоке выпаять этот кондер. Как видим, просто поднял ножку в воздух. Дроссель при этом работает в штатном режиме. И вот какой результат мы видим. Прирост шумов идет очень значительный. Примерно такой же, как при отсутствии дросселя. А значит, Y-конденсатор между землями влияет и очень сильно. Теперь сделаем еще хуже. В дополнение закоротим дроссель и посмотрим, увеличатся шумы или нет. По итогу шум вырос до минус 17 дБ. Сейчас вы можете подумать, что можно сделать только хуже, но нет. Я покажу вам один метод, который снизит шумы прям до минимума. Для этого вернем схему в исходное состояние и подключим к Y-конденсатору заземление. И это оказался самый благоприятный результат. Уровень шумов очень низкий, поэтому заземление решают. Эти все испытания проведены с помощью обычного осциллографа. На анализаторе можно было более детально изучить. Если вам понравилась тема, пишите, проведу еще несколько интересных опытов. Отдельно хочу поблагодарить Константина за его пояснение по данной теме. А также в своей группе я обсуждал некоторые моменты. Если интересно, залетайте. Ну а на этом собственно все. Спасибо, что смотрите и до новых встреч.